Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете о сельскохозяйственной переписи, наценке работы поликлиник и необычной выставки в Новосибирске. Заботой о населении пассажиров застраховали от роста цен и отмены электричек. Правительство утвердило на ближайшие 13 лет льготный тариф на использование железнодорожной инфраструктуры для пригородного сообщения. Благодаря этому, как считают эксперты, удастся не допустить резкого увеличения стоимости билетов, а также остановит пригородные компании от принятия непопулярных решений, таких как сокращение числа вагонов и отмены наиболее убыточных направлений. Работу медиков о цене от пациенты. Минздрав России запустил в интернете народное голосование, сообщает российская газета. По его итогам будет составлен рейтинг медучреждений. Проект начался с онлайн-аткетирования по работе поликлиник и больниц. Теперь к нему присоединился опрос по скорой. В дальнейшем можно будет оценить работу роддомов в станции переливания крови. Пока количество народных баллов не будет сказываться на финансировании, впрочем, лучшие клиники обещают примировать. Судебные приставы Болотнинского района Новосибирской области составили четыре административных протокола в отношении начальника отделения почтовой связи, допустившего просрочки при отправлении судебных писем адресета. Во время проверки сотрудникам надзорной службы выявлены факты нарушения сроков и порядка доставки документов. В частности, вместо семи положенных суток письма пролежали на почте 30 дней. Протоколы, составленные по факту нарушения, были рассмотрены судом, вследствие чего начальнику почтового отделения назначено наказание в виде административного штрафа в 500 рублей за каждое просроченное судебное письмо. Село в порядке, страна в достатке. Меньше месяца остается до окончания Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которую в нашей стране проводят раз в 10 лет. Какие данные собирают и с какими трудностями сталкиваются переписчики из Сузунского района сюжет Светланы Соколовой. Бейджик и планшет – вот главные атрибуты сегодняшнего переписчика. Наталья Задойнова не нарадуется. Так намного проще. И не надо носить с собой кучу бумаг. Все фиксируется в электронном виде. А обойти нужно почти каждый двор. Только в одном селе у нее по списку 478 точек. Говорит, трудности с переписью нет. Жители охотно идут навстречу. Затруднения вызывают только некоторые вопросы. Бывает, что путаются люди и не все знают свои земельные участки. В основном отвечают быстро, ориентируются по местности, по огороду. У семьи Кройных и хозяйство и огород. Ходя с выходом на пенсию, пришлось отказаться от большей части хозяйства, кур и кроликов держать не перестали. Переписчиков встретили с пониманием. Это нормально все. Надо перепись вести обязательно. Должны знать все. Все это население. Сколько, кого, кто держит. Скота. Владельцам сельскохозяйственных предприятий и простым жителям предстоит ответить на вопросы статистиков о том, сколько у них земли, что садят и какое хозяйство держат. От результатов переписи будет зависеть экономическая стабильность не только отрасли или региона, но и страны в целом, поясняют специалисты. За 10 лет, конечно, у нас произошли большие изменения в сфере сельскохозяйственного производства, в развитии сельского хозяйства. Поэтому у нас страна требует получения новой официальной статистической информации для того, чтобы осуществлять прогноз развития сельского хозяйства, меры для воздействия, повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Переписчикам предстоит обойти 27 сельхозпредприятий, а также около 8,5 тысяч личных подсобных хозяйств. Первые итоги переписи будут получены в четвертом квартале 2017 года, а окончательные проведут в конце 2018 года. Светлана Соколова, Николай Осипов, Новости ОТС. Сегодня в Новосибирском государственном краеведческом музее представят персональную выставку художника Владимира Распутина «Эхо Даурии». Работы мастера выполнены в технике масляной живописи и объединены темой традиций коренного населения Даурии. В основе сюжетов и образов картины осмысление как исторически сложившейся, так и современных обычаев жителей Забайкалья. Экспозицию составили более 20 картин художника. Владимир Распутин – участник более 50 городских, региональных, общероссийских и международных выставок, официальный оформитель альбомов музыкальных групп «Калинов мост», «Мельница» и «Иллюстратор книг». Он неоднократно представлял свои работы в Новосибирске, а также в Москве, Чите и Пекине. К этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Доброе утро. С новостями на канале УТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете о причинах появления дымки в областной столице, необычном конкурсе в Новосибирске и первом матче хоккейной Сибири. Минувшим днем над Новосибирском повисла дымка. Синоптики связывают ее с пришедшим в регион холодным атмосферным фронтом. По мнению специалистов гидрометцентра, туман может быть связан с приходом холодного воздушного фронта, который наступает при слабом ветре запада и северо-запада. Под низкой облачностью при слабом ветре образуется застой воздуха. Рассказ о малой родине. В Новосибирске проходит конкурс истории городских улиц. Участником может стать любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Главное, что требуется для победы – ярко, интересно и с любовью рассказать об одной из магистрали нашего города, ее истории, жителях, легендах и удивительных фактах. Сделать это можно с помощью фотографий, средств изобразительного искусства, а также подготовив аудиоэкскурсию или видеопрогулку. Именно по этим четырем номинациям жюри будет оценивать творческий подход и оригинальность идей. Число работ от одного участника не ограничено, однако на каждую из них должна быть подана отдельная заявка. Подведут итоги в ноябре этого года. Конкурс операторов машинного доения прошел в Тогучинском районе. В состязании участвовали животноводы всех хозяйств. Что получил победитель, а также как выбирали лучших, узнала Зинаида Мельникова. За победу в конкурсе доеров Антон борется в разряде юниор. В хозяйстве он работает всего полгода. Ради этого кардинально изменил свои прежние планы. А учились где? В городе. На банкира вообще. Переехал в город и все попробую. Понравилась эта профессия. За корольную хожу. Привлекают в хозяйство молодых и энергичных не только работой, еще жильем. А школьники, они тоже участвуют в конкурсе, за победу получают путевки на обучение в сельскохозяйственный университет и после диплома возвращаются в село. Именно так в районе закрыли вакансии ветеринаров и зоотехников. Во многом благодаря молодым специалистам удалось увеличить показатели. Доим на фуражную корову в сутки 14-2 литра. В основном, конечно, мы реализуем на территории своего района. Кроме этого, нам возят и порядка шести хозяйств других районов. В основном все хозяйства дают на тугучинское молоко. В районе 30 сельхозпредприятий. Есть крупные, где до полутора тысячи дойного поголовья. А суточный надой 15 литров. Соревнования животноводов – это обмен опытом. У нас два молочных завода, которые сегодня готовы работать. Я уже неоднократно говорил, что если сегодня, в принципе, тугучинский район обеспечен всем. То есть, это и касается кисломолочки, два элеватора в тугучинском районе. Хлебокомбинат есть, который сегодня выпускает больше 200 видов наименований. Поэтому частными хлебопекарнями сегодня мы готовы. Готово почти каждое хозяйство. В планах увеличения объемов. Фермерам на руки и сложившаяся экономическая ситуация. То, что санкции против России введены на большинство продуктов питания, я думаю, селянам есть где развернуться, где показать себя. И цифры сами за себя говорят, что по некоторым видам сельскохозяйственных продукций мы стали преуспевать. И на прилавках наших магазинов стали появляться наши отечественные, экологически чистые продукции. Только тугучинский район ежедневно на прилавке региона поставляет 10 тонн молочной продукции, а еще мясо и хлеб. Сейчас хозяйственники расширяют сельхозугодия и увеличивают коллектив животноводов. А по итогам конкурса лучшие дойеры в Завьяловском и Доронинском хозяйствах. Зинаида Мельникова, Владимир Полосин, Новости ОТС. Искитимских музыкантов покажут по федеральному каналу. Ансамбль «Тальмейнский лыжкари» стал дипломантом 4-го международного фестиваля «Играй гармонь» имени Геннадия Заволокина. Конкурсный номер снят Анастасией Заволокиной для демонстрации по центральному телевидению. Напомню, этим летом в традиционном фестивале, посвященном 30-летней годовщине телепередачи «Играй гармонь», приняло участие более 100 творческих коллективов со всей России. Программа включала конкурсные прослушивания, выступления участников и гостей в концертных программах, открытие и освещение фестивального дома, проведение съемок телепрограммы. И о спорте. Хоккеисты Сибири сегодня проведут первый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону континентальной хоккейной лиги. Благотворительный поединок против новокузнецкого «Металлурга» пройдет в Ленинск-Кузнецком. Начало матча в 15 часов дня. Напомню, эта игра откроет серию товарищеских матчей подопечных Андрея Скобелки. Далее новосибирцы отправятся в Ригу, где сыграют против местного «Динамо», затем перейдут в Финляндию. Там проведут ряд встреч с местными клубами. Заключительный этап подготовки – Кубок Рамазана в Магитогорске. Там нашу команду ждут встречи с омским «Авангардом», «Челябинским трактором» и хозяевами льда «Металлургом». К этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Доброе утро. С новостями на канале УТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете, кого из новосибирских спортсменов могут не допустить на Олимпиаду, какую уникальную операцию будут проводить в областной столице и с кем сразятся футболисты Сибири. За полгода в Новосибирске произошло почти 600 пожаров. Более трети из них в домах частного сектора, остальные в многоквартирных. В результате этих происшествий погибли 27 человек. 75 получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Среди причин возгорания на первом месте неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Затем нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печного отопления. Четыре подпольных и горных заведения выявили в Новосибирске. В отношении организатора нелегального бизнеса в Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах города возбудили уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Полицейские провели совместную операцию с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД региона при силовой поддержке ОМОНа. Правоохранители выяснили, заведения работали круглосуточно, в них стояли игровые автоматы и компьютеры, оборудованные под азартные игры. Кроме того, в залах находились администраторы и охранники. Помещения и прилегающая территория были оборудованы камерами видеонаблюдения. Попасть во все заведения могли только проверенные постоянные клиенты и только по предварительному звонку. В момент проверки в залах были 11 игроков и 14 человек обслуживающего персонала. К другим темам. Ахалазиюм пищевода в регионе теперь лечат по-новому. В Новосибирской областной больнице сделали первые уникальные операции. С подробностями Наталья Цопина. Несколько глоточков выпью, у меня все здесь сжимает и назад как бы. Пациентка вспоминает, с каждым годом становилось все хуже. Диета не помогала. В поликлинике в течение 8 лет ставили диагноз гастрит. Оказалось, ахалазия пищевода. Нарушение иннервации на уровне нервных сплетений в месте перехода пищевода в желудок, так называемого пищеводно-желудочного перехода. И вследствие этого возникает вначале кратковременный спазм, соответственно, сопровождающийся затруднениями при глотании пищи, носящими временный характер. А впоследствии этот спазм начинает приобретать постоянный характер. Медикаментозно заболевание не лечится. Препараты могут оказать временное улучшение. Раньше чаще всего использовалась баллонная дилатация. В пищевод вводят специальные пневматические баллоны, накачивают воздухом и держат в таком положении одну минуту. Все для того, чтобы разорвать мышцы нижнего сфинктера пищевода. Облегчение кратковременное. Теперь в Новосибирской областной больнице начали делать эндоскопическую пероральную миотомию. Чтобы на экране врачам были видны все детали, операция проводится в темноте. Заводится гибкий эндоскоп через глотку в пищевод, делается небольшой разрез слизистой оболочки пищевода, и затем в подслизистом слое пищевода формируется туннель, и впоследствии рассекается спазмированная мышца нижней части пищевода, что снимает вот этот патологический спазм нижнего пищеводного сфинктера. Подробнее об уникальной операции, диагностике заболевания смотрите в воскресенье, 31 июля в 13.05 в программе про здоровье. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Сегодня в столице региона состоится экстренное открытое заседание Президиума общественной организации Олимпийский совет Новосибирской области. Эксперты обсудят ситуацию о допуске наших атлетов на игры в Рио-де-Жанейро. Напомню, накануне стало известно, что Международная федерация водных видов спорта не пустила на Олимпиаду семерых российских пловцов, в том числе новосибирскую спортсменку Наталью Ловцову. Решение МОК наши представители могут поехать лишь в том случае, если Международные федерации по их видам спорта подтвердят, что они прошли необходимую проверку на допинг и ранее не были наказаны за употребление запрещенных препаратов. Однако наша пловчиха Наталья Ловцова в 2012 году была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на 2,5 года. После истечения срока наказания Ловцова вернулась в большой спорт и смогла выполнить олимпийский норматив, став чемпионкой России на дистанции 50 метров в вольном стиле. Атлетка может обжаловать решение в спортивном арбитражном суде. Сейчас Ловцовы находятся на сборе с национальной командой в Португалии. Подробности сегодняшнего экстренного совещания новосибирских олимпийцев мои коллеги расскажут в дневных выпусках новостей. О футболисты Сибири проведут очередной домашний матч первенства футбольной национальной лиги против Хабаровского СКА. Напомню, подопечный Евгения Перевертайло в этом сезоне провели три матча. В двух из них новосибирцы уступили. Один с московским «Спартаком-2» сыграли в ничью. Всего же «Орлы» с учетом прошлого сезона не могут победить уже в девяти играх подряд. Сейчас наша команда находится на 17-м месте СКА на 16-м. Матч против Хабаровчан начнется в 18-0-0 на стадионе «Спартак». К этой минуте у меня все новости. С ними воспознакомил Александр Жорбин. Всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете о новых машинах «Скорой», какие профессии приводят к старению и дне рождения гамбургера. Заботы о пациентах. Медицинские организации Новосибирской области поступили новые машины. Девять ключей от «Скорой» накануне вручил заместитель губернатора Александр Ситков. Машины отправили в центральные районы больницы Купина, Куйбышева, Черепанова, Сдвинска, Тагучина, Машкова и Маслянина. Еще два автомобиля предназначены для работы Новосибирской станции «Скорой медицинской помощи». Вся техника оснащена современным оборудованием и предназначена для транспортировки пациентов, а также для проведения необходимых лечебных мероприятий по пути в больницу. Профессия может стать причиной преждевременного старения, причем вне зависимости от того, любите вы свою работу или нет. Об этом говорят результаты нового исследования медиков. Согласно их данным, почти две трети жителей России считают, что их трудовой цикл ведет к истощению организма. В числе основных причин регулярные задержки в офисе, недостаток сна, строгие сроки, сложные цели и давление со стороны руководителя приводят к усилению стресса. При этом 95% респондентов считают, что стресс отрицательно сказывается на их внешнем виде. Среди профессий, представители которых более всего опасаются старения, журналистика, энергетика и коммунальное хозяйство, набор персонала, реклама и гостиничный бизнес. Сборная команда Новосибирской области отправилась в Киргизию, чтобы перезимовать лето. Это не парадокс, там действительно очень холодно, настоящая зима и очень много снега. Сейчас на альпинистском маршруте, на пик Хантен-Гри, находится наш корреспондент Светлана Антимонова. Экстремалы работают на высоте 5800 метров над уровнем моря. К сожалению, началась затяжная непогода и спортсмены вынуждены пережидать осадки. Вот что удалось нам получить с пика Хантен-Гри. Вот опять надвигается непогода, снова будет снег и там внизу все заволокло. Можно непогоду пережидать в палатках, но там тебе будет мокро, ветрено и холодно. А можно в пещерах, они наилучше всего укрывают от снега. Сейчас мы туда сходим. Пережидать непогоду или просто жить можно еще и в пещере. Вот так она выглядит. Залазить нужно ползком и не бывают несколько комнатные. Но вырыть такую пещеру одному очень трудно. Работать надо целой команде, буквально целый день. Кажется, что здесь холодно, на самом деле температура не опускается ниже нуля градусов. И очень важно, чтобы был выход, чтобы поступал воздух. Иначе вся команда, которая здесь ночует, может задохнуться и ее занесет снегом. Но на самом деле пещера очень удобная, удобное место, где можно пережить непогоду или просто жить в ожидании своего выхода. Вот это большая пещера, но обычно роет немножко меньше. Ровно 116 лет назад в мире появились гамбургеры. 27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер. Немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, соусом и листком салата. Однако настоящую популярность этот вид фастфуда получил в прошлом веке, когда гамбургеры начали продавать по очень низким ценам, а технологию приготовления поставили на поток. Что позволяло затрачивать на обслуживание каждого посетителя менее одной минуты. Интересно, что в отличие от центральной части России, в Новосибирске первые гамбургеры появились достаточно поздно, в конце 90-х годов. Безусловно, в истории развития фастфуда в нашей области главную роль сыграли крупные компании, которые постепенно начали открывать за Уралом рестораны быстрого питания, где наеду с пиццей и картофелем фри начали предлагать посетителям разрекламированные булочки с котлеты. Несмотря на признанную врачами вредность бургеров и потрясшие сети быстрого питания громкие судебные процессы, гамбургер остается популярной и демократичной пищей, которую можно заказать и в придорожной забегаловке, и в дорогом ресторане. Спортсмен из села Легостаева из Китимского района стал призером первенства Европы среди юниоров по греко-римской борьбе, которая завершилась в Швеции. Сергей Степанов из совой категории до 63 килограммов поочередно взял верх над соперниками из Венгрии, Литвы и Грузии. В финальной схватке Степанов встретился с борцом из Норвегии, в итоге потерпев первое поражение на турнире со счетом 1-2. Всего российские спортсмены завоевали на первенстве Европы 31 медаль различного достоинства. И к этой минуте у меня все новости, с ними воспознакомил Александр Журбин. Всем удачного дня и до встречи на нашем канале.